Как я анонсировал, хочу немножко рассказать вам о своем видении таких понятий, как вина, карма и само наказание. Эта тема недавно всплывала у меня в работе в индивидуальном консультировании, и мне она показалась настолько важной, что я решил ее вынести на все общие воззрения. Наверняка все мы имеем какое-то представление о том, что такое карма. Но бытовое представление кармы чаще всего не затрагивает суть этого понятия. Я на многих встречах говорил, что карма существует до тех пор, пока мы в нее верим. Как впрочем и всяк. Если посмотреть на последовательность Грах, то карме соответствует сила Сатурна. И мы все живем в мире границ. Сатурн – это сила границ. А соответственно, Сатурн наш хозяин. И карма управляет нашей жизнью. Но если поднять взгляд выше, то увидите, что над Сатурном есть еще Гуру. Более высокое слово. Останется очевидно, что если мы выходим из Сатурна в Гуру, то карма уходит. Понятно, невозможно полностью уйти. Но так или иначе, оно становится тоньше, меньше, менее значимым. Сатурн служит Юпитеру, Гуру. Шанни служит Гуру. Это означает, что есть какая-то сила, которая задает эту карму. Если мы вспомним функцию Гуру у Питера, силы пространства, оно простое исполнение всех наших желаний. Я хочу сказать, что мы сами себе создаем свою карму, своим желанием. Это может нас, конечно, удивить. Кто же хочет себе столько трудностей, несчастья, горя и бедствия? Но оказывается, очень даже. Если человек хочет быть героем и гордиться своим героизмом, что должно сделать пространство, чтобы его желание удовлетвориться? Подпиков, подпиков, трудностей, трудностей. Он ему создает кучу трудностей, где надо будет воевать. Если человек гордится своей мудростью, он здесь в Шайне, что ему даст пространство для реализации этого? Квестный заградок. Неразрешимая ситуация, верно. Если человек испытывает гордость от того, какой он уникальный, исключительный, эта сила Кетта, что даст ему эта сила? Унижение. Да, на разных уровнях. Где-то унижение, где-то просто незамечание его. То есть он будет делать, 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 никто это не оценит. Почему? Потому что он-то главный дивиденд снимает того, насколько он исключительный. Если вас оценили, вы получили признание и славу, вы уже не исключительны. Вы уже признаны. Вы уже вместе с обществом. Эта исключительность подразумевает и я, и все остальные. То есть художники умирают из-за этого, когда они прям страдают, что это не предназначено? Да, и чаще это все сопровождается алкоголизмом. Да. Потому что если у тебя есть запрос на исключительность, и это главный твой запрос, а у нас много запросов очень серьезный, потому что нас все время ровняли, и нам хочется быть исключительными. То чем ответит пространство вам? Оно вас будет исключать. Исключать из социума, исключать из круга, исключать из семьи, из коллектива, из профессионального сообщества. Вас не будут замечать, не будут признавать. Это очень важно. Понимаете, о чем ты гордишься? А что же тогда такое исключительность, но в благости? Или такого нет? Нет, исключительность — это само по себе невежество. Это отделение. Это всегда исключительность, потребность и исключительность, свидетельство о невежестве. Исключительность и благости на существ. Нет. Но и это еще не все, что я хотел вам сказать. Мы всегда знаем, когда мы поступаем правильно. Или неправильно. Внутри нас есть всегда что-то, что знает. Мы это что-то можем слышать, можем не слышать. Обычно люди это называют совестью. Совесть — это представитель души. По сути, совесть — это проявление чандры. Но поскольку чандра дело тонкое, то ее забить очень просто, перестать ее слышать очень просто. И совесть свою слышать тоже можно только при определенной тонкости, определенной настройке. То, что люди чаще всего называют совестью, совестью не имеет ничего общего. Это какие-то правила, а что другие скажут — это не про совесть. Это понятно, это доступно, это прописано. Пионер всем ребятам пример, что должен делать христианин. Это не про совесть, это догма, это норма. Это про сатур, тот же сатур в том установке. Совесть — она тонкая, и она не зависит от формальных вещей. Иной раз ты поступаешь как-то в разрез с законными и правилами, но по совести. Совесть выше, чем закон. Так вот, она есть у каждого человека. И человек чистый, совестливый, он сразу же понимает, что он делал не так и сделал не так. У него возникает, что запрос на наказание, на само наказание. И пространство это реализует. Поэтому чаще всего у совестливых людей больше проблем и неприятностей в этой жизни, чем у бессовестных. Это так, потому что мы сами, вольно или невольно, ждём наказания. Мы хотим быть наказанными, потому что мы же сделали что-то не по совести. А у человека бессовестного этого нет. Поэтому человеку бессовестному в этой жизни жить гораздо проще. Он не зовёт наказание. Но вот это понимание, что ты сделал что-то неправильно, у него остаётся бессознательным. И эта бессознательность тоже начинает транслировать. Запрос на наказание. И если совестливый человек хоть как-то может контролировать и осознавать свой запрос на наказание, то бессовестный человек не может этого сделать. Потому что он бессознательный, этот запрос на само наказание. И рано или поздно это срабатывает. Но обычно не быстро. И не сразу. И в конечном итоге срабатывает до конца уже после смерти. Когда человек, душа ему отделяется от тела, оно уносит в себе запрос на само наказание. Как этот запрос будет реализован дальше? И мы говорим плохая карма. Но не только это. Есть ещё промежуток между одним воплощением и другим воплощением. Это страна мёртвых. Ну или бордов. Да, бордов. Это состояние чистого сознания, когда мы воплощены в тело. И вот в этом состоянии мы сами себе создаём свой ад и рай. И он длится для нас бесконечно, потому что в этом измерении не существует времени. Это уже над Сатурном. И две минуты там могут казаться Вечностью. Так вот, мы сами создаём свой ад и свой рай. И чем совестливит человек, тем больше он успел своей вины отработать здесь. Чем бессовестливит человек, тем больше он неосознанного запроса на само наказание выносит в состояние бордов. После жизненного состояния. И там он начинает отыгрывать роли всех тех, кого он унижал, обижал, оскорблял. Ты кого-то бил, там тебя будет бить. Это очень похоже на психодраму, которую мы здесь делаем. Каждый в каких-то ролях должен побыть. Это то, что чистилище мы назовём? Да. Мы сами... Не только чистилище. Чистилище — это у католиков промежуток перед адом. Вы можете придумать и верить, что чистилище будет для вас. Можете решить, что его нет и его не будет. Не суть. Важно, в какую мифологию ты уйдёшь после смерти. Ведь сознание сохраняется. Я не знаю, сколько сохраняется. Мне кажется, это зависит от уровня осознанности. Но ты сам создаёшь свой ад или рай. Если ты жил здесь благостно, и у тебя нет запроса на самонаказание, то то время, пока ты будешь пребывать вне тела, в своём сознании, будет очень даже блаженно. Ты сам создал свой рай. Если ты живёшь всё время в ненависти, в верости, в злости, с чувством вины, всё, что будет там происходить, это будет ад. Вот я ребёнком думал, как так можно вечно гореть на огне? А во сне можно, в сознании можно, тела же нет, можно сгорать. Вот отсюда и вечные муки или вечное блаженство. То есть мы создаём себе карму при жизни. Причём карму, которая будет реализовываться не только в процессе жизни, не только в момент между воплощениями, но и в следующем воплощении. Это наш запрос на самонаказание или на, если благостная карма, то на какие-то позитивные результаты. То есть это вопрос. Почему же лучше? Может лучше жить бессовестным человеком? Но особенно человек с улицы зайдя, так сказать, послушав это, скажет, что ребята, вы там со своей, там. Я не знаю, что там будет после смерти, а при жизни я секретно понимаю, поэтому наглость второе счастье. Но это выбор каждого человека, верить во что-то или не верить во что-то. Я рассказываю то, что я сам понимаю, я сам понимаю. Я хочу вам предложить другой выход. Потому что отказаться от совести невозможно, это чандра ваша. Быть бессовестным и нести неосознанный запрос на самонаказание в следующей жизни или промежуток бордо, мне тоже кажется, не самый лучший выход. Тогда что же делать? Вот чандра должна смотреть не вниз, а вверх. И она должна уповать на Бога. Вы не должны себя наказывать и решать, как вы за это должны заплатить. Не ваша компетенция, не ваше дело наказывать себя. Бог сам решит, как вас наказать. Поставьте к этому открыто и примите. А когда вы пытаетесь сами себя наказывать, это форма горды. Вот сегодня в расстановке первой, Максима и Фёдора играли, Фёдор сам решил, что то, что он сделал, ему никто не простит. Никто не простит. Он уже отодвинул Бога. Он за Бога решил, что Бог может простить, что Бог не может простить. и сам себя наказал. Но тот парень, который играл в суре, уже ушёл, смотрел на это, как на детский сад. Это не наша компетенция понимать, что Бог может простить, что не может простить. И как Он должен наказывать, не нам решать. Поэтому есть простая вещь, называется упование на Бога. Подносите всё, что вы делаете Богу. Сурим. Если Он вас накажет, примите это. Не накажет? Прекрасный Бог милостей. Только из гордыни мы сами придумаем себе наказание. Только из гордыни мы их усложняем, потому что возникает мысль, то, что я выдержал, никто не выдержал. Опять начинает работать тема исключительности, тема из том, чтобы идти к Богу, мы идём кету. А всё только для чего? Только для того, чтобы функцию Бога взять на себя, впитать свою, упоить, напоить свою гордыню. Поэтому выход простой. Живите по совести и отдавайте, если вы чувствуете, что что-то сделали не так, не так сделали, отдавайте это всё Богу, Он сам решил. Не прячьте свои секретики, чтобы потом себя же за это наказывать. Отдайте это Богу. И вам решать, что Он примет, чего Он не примет. Вот, собственно говоря, вся идея. Тогда вы можете жить в совести и не наказывать себя. А ходить и мучиться чувством вины, это значит присваивать функции наказания себе. Они не ваши. И как вы себя накажете, никто вас так не накажет. И Бог вас так не накажет. Потому что, расскажу вам два слова про Ницше. Он мучился ужасными болями и сварением желудка. Но в своих-то страданиях он видел лишь подтверждение своей ценности для Бога. Ведь он же антихрист. он против Бога. И если то, что он говорит, так важно для Бога, он такие ужасные вещи говорит о Боге, Бог же должен его наказать. Вы знаете, чем свирепее он его наказывает, тем больше он подтверждает для себя значимость того, что он пишет. Ах, как я Богу сделал больно. Видите, как он меня наказал. Тогда я ему еще больнее сделаю. И пусть он мне тогда еще сильнее накажет. Это подтвердит, насколько я круто. Вот и вся история Ницше с точки зрения психосоматики. Так мы все время этим занимаемся. Это типичная история про дьявола. Это кетра. Стремление к исключительности. Кетра — это ист дьявол. Низвергнутый ангел. Да. Который требовал исключительности. За что я неизвергал? Видите, никого не низвергли, а меня неизвергли настолько и круто. Вот, ребята, все, что у вас в жизни негативное происходит, это ваше стремление к исключительности или ваш эгоизм. Это стремление к тому, чтобы удостовериться в том, что я особенный. На этом сообщение мое закончено. Если есть вопросы, спрашивайте. Вот вы сейчас стольких клиентов решились, правда? Вообще. Он уже вначале написал, что я заканчиваю терапевтическую практику индивидуально. Вовремя. Денис, значит, вопрос такой. Во-первых, ни одного возражения сегодня у меня не возникло, не потому, что я вас как бы оцениваю, а потому, что все легло настолько, что оно было исчерпывающее и легло туда, куда надо. Вопрос. То, что люди говорят, отрабатываешь чужую карму. вот само понятие, что это такое чужая карма, почему она не становится твоей, ну, какой-то комментарий тут поясните. а вот сегодня я очень не хотел, чтобы Марина пыталась отрабатывать чужую карму. И с моей точки зрения чужую карму не надо отрабатывать. Понятие, что такое, потому что кармическое это все равно то, что пришло оттуда, но изначально это чья-то история, которую ты себе присвоил. Так вот вопрос, но все равно карма это то, что уже оттуда. Нет, вот в чем коварство кету. Кету это дверь в прошлое. Раху это будущее, кету это прошлое. И вот через эту дверцу в твое прошлое, туда может влиться все, что угодно. Ты можешь решить, что это твоя карма, твоя вина, но она к тебе может не иметь никакого отношения. Это просто характеристика этой силы. Я настолько исключительен. Это же исключительность кету. Как понять, где твоя, где твоя? Я думаю, что здесь вообще не надо об этом думать. Надо просто понимать, что ты должен делать и уповать на Бога. Больше ничего. Скажите, как бы с исключительностью нужно развивать мангу, который должен быть исключительным? Нет, он должен быть первым и должен уметь нести ответственность. Первый, исключительный это не одно и то же. исключительный это один в поле воина. А первый это просто тот, который стоит на острие, а за ним еще, может быть, тысячи. Он не отделяет себя, не исключает себя. Это как полководец, он не исключительный, но он не один в поле. А вот эти вот наши любимые герои современные, вообще посмотрите Голливуд, да, там все герои в кепо, они одинокие, единственные и неповторимый. Вот Киан Ривз обычно таких играет. Джон Вик, например. И это становится все более и более популярным, потому что это низкая сила, она более доступна для восприятия. Еще кету сама по себе просто сильно сейчас уравнивает. она в них всех есть, кету, просто запрос на ней идет тогда, когда тебя все время равняли, не любили и не замечали. И мы это здесь видели во второй работе. Какое равняние, про что вы? Ну вот школа, детский сад, институт, это любая система, она построена на что? На среднестатистическую. Если ты, не дай бог, выбираешься, то тебе будут стрижку делать вместе с головой. Вы это знаете. Я это проделываю. Мы с Галей хотим знать решающая битва. Но это вопрос не ко мне. Но она же будет. Ну конечно, если вы хотите пространство Гуру сделать все, чтобы она была. В этом мы искали. у меня уже это очень хорошо. Это так хорошо было. У меня уже сил не хватает даже со внуком. Вот Оля улыбнулась, она тоже хочет решающую битву. Уже ждет. Ну понятно, что вы сказали, но вот в разговоре вот с человеком разговариваешь, и а он как бы как будто бы не может поступать вот по по совести, по душе. Он только сделает то, что ему хочется что-то. У него сразу его установки набрасываются. И даже человек допустить не может того, что я буду жить отсюда и еще буду уповать на Бога. И на него как бешеные собаки его установки набросились. как здесь выход как мой. Как работать с обсессивным компульсивным неврозом. Если не говорить о терапии, а говорить просто о том, что самому человеку в этой ситуации делают, ему нужно научиться больше доверять своим чувствам. Начать с этого. То есть оживить тело, потому что пока тело не живое ты не можешь чувствовать. Начать чувствовать. Это первое, что надо делать. Это мне всегда начинаю работать с того, чтобы заземлить человека, дать какие-то телесные практики. Если тело не живое, то ни на что опереться. Ты не можешь говорить о своих чувствах, ты весь в голове, а там может быть все, что правда там нет. Вот это с чем начать надо. Самое трудное перелаповое. мгновенно. Из граха. Потому что если уже соскочил оттуда, пошел в чувство и уже это есть искрение, дальше оно уже как-то так логически выстраивается. Но вот этот барьер, этот лабикон. Чтобы его проскочить, у человека должен быть в жизни опыт чандры. По отношению к нему из его стороны. Чандры любви. Потому что чандра выше всех законов. кто может сказать, у него вот такая чандра. поделишься. Хорошо. Денис Руслан еще с тобой вопрос. Подождите. Извините мангл. Вас впереди. На праздник. Я что хотел давайте я договорю. Опыт чандры заключается для нас всех в каком-то проживании безусловно любви. И у нас у всех этот опыт есть. Пусть младенческий, но есть. Когда ребенка мать кормит грудью, он это проживает. За редким исключением такое происходит. Если нет, обязательно в жизни найдется какой-то человек или какая-то ситуация или какой-то коллектив, который даст опыт этого принятия. Ищите людей, которые в чандре это святые люди. Поэтому если вы хотите вернуть себе свою душу, идите к тому, у кого душа есть. Если вы хотите стать богатым, идите к тому, кто богат. Если вы хотите быть сильным, то станут сильным. Если вы хотите вернуть душу, идите к тому, на любви хотя коротеньким опытом, тогда ты себе можешь позволить выйти за эти установки, о которых вы говорили. Потому что иначе все по-закону, иначе ты в железном механизме. Нет милости. А бог выше закона. Теперь я ответю на вопрос. Да. Сережа. ты идешь по негативному сценарию и прекрасно понимаешь, что сценарий негативный. Как из него выйти? Какой механизм? Обесценить те ценности, в которых ты находишься. На самом это сделать сложно, поэтому лучше идти к кому-то, кто это сделал, и замен предложить другие ценности. Например, если у вас ценности быть сильным, гордым, независимым, то этим не надо гордиться. Это надо принять просто как воду, как воздух, как естественное проявление, а начать гордиться чем-то другим. А для этого надо получить от вкус чего-то другого. Над теми ценностями, которые я перечислил, ценности мудрости находятся. Начать хотя бы гордиться мудростью. Ну уж поотпустит на уровне сценария Мангала. Меньше войны будет, меньше будет катастроф. И так далее. Тот вкус, который более доступен. Это не значит, что обязательно из Мангала надо сразу выходить в Шаню. Может у кого-то Юпитер сильный, и он сразу в Юпитер выйдет. Или в Чандру, в Луну. Сразу в Луну выйдет. Но общая схема последует. У меня вопрос про карму. Приходится сталкиваться с тем, что человек живет какую-то жизнь, у него какие-то трудности, проблемы, он сходил на мотивирующие тренинги, на занятия, саморазвивается, читает правильные книги и думает, что он уже говорит правильные вещи какие-то и другим даже может рассказывать. Но в принципе сам так не живет. И тут возникает некоторый разрыв, что он живет как и жил, рассказывает вещи какие-то такие правильные. Но потом начинается такое сетование на судьбу. Я прошел столько занятий, столько тренингов, моя карма не меняет. У меня судьба как была тяжелая, так и была. Я не женился, не вышел замуж, не приехал принц на белом коне, или девушка прекрасно не появилась, денег мне не дали, или там вот такое. Карма это реализация наших желаний. Человек если он остался при тех же желаниях, при которых был до тренинга, никакую карму здесь не отжил. Отживание кармы это отживание желания, когда мне это больше уже не хочется, когда мне это уже больше не интересно. Силой того, что я это осознал, силой того, что я получил более высокий вкус. Поэтому если человек жил как жил, карма никак не поменяется в этом смысле. То есть правильный вариант отживания кармы заканчивается тем, что человеку это уже больше не нужно. Он больше этого не хочет. Отжил монголический сценарий просто больше не хочет быть героем. Ему это уже больше не интересно. И фильмы про героев и супер боевики ему тоже не интересно. Ну все невкусные уже. Значит вот эту карму он уже отжил. Это единственный критерий что это карма уже нет желания больше. Ну что господа давайте завершать. Уже скоро совсем поздно. Семь часов скоро будет. спасибо я не хочу утверждать что то что я сегодня говорил от последней станции это мои мысли которые я с вами поделился. Возможно они пройдет корректиров 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 думаю что в главном останутся те спасибо 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 спасибо